В Сочи депутаты утвердили бюджет на три года впервые в таком объеме, но с прежней целью ориентир на социальную сферу. В Сочи потушен природный пожар. Три дня сотрудники МЧС боролись с возгоранием в районе села Верхнее Буу. Сочинский блошиный рынок переехал в городе за пару месяцев. Решили проблему, которая волновала жителей Чайковского много лет. Как интересно, используя провести время на зимних каникулах в парке Ривьера, можно узнать о молодости Деда Мороза и выиграть модный гаджет. Вениамин Кондратьев исполнит мечты трех ребят из Краснодарского края. Губернатор поучаствовал в акции «Елки желаний». Перед началом заседания Государственного совета участники совещания сняли игрушки с пожеланиями тяжелобольных детей из разных уголков страны. Так главе Кубани достались три детских мечты. Пятилетний Тамерлан хочет покататься с дельфинами. Девятилетняя Алина поехать на кремлевскую елку. А семилетний Валерий побывать на Формуле-1 и прокатиться на болиде. Письмо Деду Морозу. «Мечтай побывать на настоящих гонках и прокатиться на гоночном автомобиле». На самом деле, если у вас есть такое? Детям в России доступно прокатиться на настоящем гоночном автомобиле по настоящей гоночной трассе. Все понимаете, что речь идет о Формуле-1. И я считаю, это достижение современной России, что в нашей стране сегодня проходит Формула-1, она проходит в Сочи. На самом деле, это событие, это мировое событие. И наши детки могут к нему не просто прикоснуться, а даже поучаствовать. Понятно, не в официальных заездах, а просто прокатиться на гоночном автомобиле, но по настоящей, еще раз подчеркиваю, гоночной трассе Формулы-1. Это очень важно. Я думаю, что вот этот подарок однозначно мы преподнесем тому, кто его просил, и он будет исполнен в лучшей форме. Напомню, сегодня в Кремле прошло заключительное в этом году заседание Госсовета. Тема – развитие аграрной политики. Участником совещания стал и губернатор Краснодарского края. Среди обсуждаемых вопросов – эффективное сельскохозяйственное производство и роль регионов в реализации стратегии устойчивого развития сельских территорий. Модернизация всей системы здравоохранения, новые школы, развитие села, реализация масштабных региональных проектов, социальные и экономические темы. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел итоговое совещание региональной исполнительной власти. О главных достижениях шестимиллионной Кубани в 2019 году узнаем мы из следующего сюжета. Четвертый раз губернатор проводит итоговое совещание. Вроде бы ежегодные доклады могли стать почти рутиной, но получается наоборот. В разговорах о том, что уже сделано, четко прослеживается намеченный курс на будущее. Смотреть в него уверенно позволяет устойчивое развитие экономики. Консолидированный бюджет региона в текущем году составил 365 миллиардов рублей. По сути, краевая казна прирастала на 1 миллиард рублей в день. Все это позволило заложить финансирование на решение проблем, которым без преувеличения десятки лет. Мы заложили в этом году 10 миллиардов. 10 миллиардов на три года, правда. На новый, не на перекладку старого, не на латание дыр, а на строительство нового, ейского, таманского, троицкого, группового водовода. Да, потому что все время латать, ну это уже невозможно. Во-первых, мы деньги на самом деле на ветер выбрасываем. Его надо переложить раз и навсегда и поставить точку. Вот заявили, теперь дело, коллеги, за вами. За вами, Тун Наденевич, и за вами, Андрей Анатольевич. Деньгами проект обеспечен. До начала выступления многие предполагали, что основной упор в своем обращении губернатор сделает на социальной проблематике. Так и вышло. Лейтмотивом всей речи Вениамина Кондратьева стало создание комфортных условий для жизни людей. Особенно в сельской местности, которая составляет большую часть территории Кубани. Это и ремонт дорог, благоустройство, обновление коммунальных сетей. Чтобы на местах было легче и быстрее воплотить все перечисленное в жизнь, в крае изменили принцип доведения денег в районы. Финансирование там получат уже в начале следующего года. Коллеги, сегодня все можем, просто мы максимально должны систему создавать. Из всего, не акции, не акции, а система. Везде должна работать система. И когда даже нас не будет, система должна продолжить работать. Надо смотреть на проблему глазами жителей. Глазами жителей. Не с точки зрения цифр, которые мы должны отчитываться, а как люди воспринимают то, что мы делаем, и то, что им нужно для того, чтобы они ощущали комфорт в жизни, в том числе и на селе. Вот что важно. На селе должно быть комфортно. Конечно, если у нас будут дома, квартиры в этих домах для начинающих специалистов, неважно, врач, учитель, даже работник культуры, 100%, вернутся и даже еще поедут. Вот тут тоже, коллеги, давайте посмотрим на приоритет в вашем блоке. Мы тогда сокращать будем, я не хочу сказать, что ликвидируем, но сокращать будем дефицит врачей, учителей на селе. Только так, вот такими житийскими способами. Для станиц, хуторов, поселков это не просто слова. Это надежда на возрождение традиционного кубанского уклада жизни. Наше поселение около 2000, а точнее 1870 жителей. Это, ну скажем так, можно назвать его и средним, но и уже то, которое, скажем так, уходит в стадию, когда мало жителей. Проблема стоит остро. Действительно, молодежь старается как бы уехать. И надо начинать, может, законодательную базу менять, чтобы село становилось привлекательным, прежде всего экономически. Отток молодежи куда? В крупные города. Где есть что? Где есть инфраструктура? Где есть развитие? Мы считаем, та идея, эта поддержка, чтобы у нас в городских и сельских поселениях появлялись такие инфраструктуры, действительно, мы можем себе позволить оставить ту молодежь, которая со временем потихонечку уезжала и был отток, эта молодежь начинает сохраняться в наших городских и сельских поселениях. Главное сделать так, чтобы людям хотелось жить в своих станицах и поселках. Это также зависит и от наличия работы. Основная занятость, конечно, в сельском хозяйстве. В следующем году финансирование агропромышленного комплекса увеличится и составит почти 8,5 миллиардов рублей. Серьезную поддержку получат стратегические для Кубани отрасли, виноградарство и виноделие. Краснодарский край стал инициатором нового федерального закона. Хочу сказать огромное слово благодарности депутатам Государственной Думы, нашим депутатам, за поддержку закона федерального о виноградарстве и виноделии. Благодаря федеральному закону и, конечно же, в первую очередь, поддержке президента России, опять-таки, мы вернули на Кубань целую отрасль, которая называется виноградарство. Но без кубанского виноградарства не может быть кубанского виноделия, если уж по-честному. Поэтому все опять логично и все стало на свои места. Мы не край разливайка, мы край, который производит собственный виноград, виноматериал, и из него, на самом деле, производит наше настоящее кубанское вино. Вот так должно было быть и так стало. Приоритетным направлением также остается система здравоохранения. Уже выполнена перезагрузка первичного звена. Особенно остро вопрос стоял в сельской местности. Были построены 16 офисов врачей общей практики, 11 центров амбулаторной онкологической помощи, 6 фельдшерско-акушерских пунктов. В уходящем году на развитие медицины направили 95 миллиардов рублей. Наш регион единственный в стране, который получил в этом году финансирование сразу на два крупных проекта. Началось строительство второй очереди краевой клинической больницы, а также нового корпуса детской краевой больницы. В планах на следующий год приобретение 21 передвижного комплекса ФАП и обновление 26 модульных ФАП. Открываем 7 центров амбулаторной онкологической помощи, дооснащаем медицинским оборудованием 12 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Решением многих проблем в Краснодарском крае должна стать реализация национальных и региональных проектов, которые охватывают самые важные сферы жизни. В уходящем году край приступил к реализации национальных и региональных проектов и контроль за их реализацией был одним из основных направлений в деятельности законодательного собрания края в уходящем году. Это направление работы безусловно сохранится и на среднесрочную, и в долгосрочную перспективу. Помимо контрольной функции мы ориентированы на создание всех законодательных условий для своевременного и качественного выполнения целей национальных и региональных проектов. Усилиями совместной работы исполнительной и законодательной власти в текущем году в регионе удалось достроить 43 проблемных дома. Вопрос обманутых дольщиков не закроют, пока не будет сдана последняя квартира. Завершением работ на проблемных объектах займется специально созданная для этого государственная компания. Она будет достраивать самые сложные дома, за которые не берутся инвесторы. Здесь недоприбыли. Недоприбыли тем, кто хочет эти дома достроить. А сегодня, получается, заходит даже инвестор, как мы его корректно называем, на достройку проблемных домов для обманутых дольщиков и говорит, нет, маржа маленькая, мне надо не 5%, а хотя бы 15% зарабатывать. Это минимум. Слушайте, тут недозарабатывание. Здесь проблему надо закрыть. Поэтому пусть будет акционерное общество государственное. Да, государственное. 100% доля государства. Это государственные деньги. И на них зарабатывать никто не будет. С учетом денег краевого и федерального бюджетов, а также средств из компенсационного фонда долевого строительства, на завершение работ привлекут 5,5 миллиардов рублей. Реализовать озвученные проекты в том числе придется и тем, кто собрался сегодня на совещании. Краевые министры и руководители департаментов, мэры городов и главы районов, депутаты Кубанского парламента и Государственной думы. Озвученная губернатором речь, по сути, программа действий для всей региональной власти. Депутаты городского собрания Сочи утвердили основной финансовый документ города на следующий год. Бюджет увеличился до 14 миллиардов рублей с учетом краевых и федеральных субсидий. Более 75% будет направлено на социально-культурную сферу с учетом строительства школ и детских садов. Вопрос о бюджете города Сочи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов стал ключевым на заключительной сессии городского собрания Сочи. Мы впервые принимаем бюджет этого года в таком объеме 14,8 миллиардов рублей. То есть это показывает, что очень хорошо отработали профильные департаменты и мы сразу же уже заложили средства на способ финансирования на конкретные объекты на следующий год. В основном это школы, это детские сады, это участие в программе «Безопасные дороги» и другие, другие, другие. Более 75% бюджета заложены на социально-культурную сферу. В следующем году начнется строительство четырех новых школ и четырех детских садов. Также начнут решаться вопросы по газификации отдаленных поселков. Бюджетные средства заложены и на реализацию 26 муниципальных программ, а также на софинансирование в краевых и федеральных программах. Мы благодарны депутатам за то, что они поддержали. С самого начала, с сентября месяца мы работаем с населением и все эти задачи, все эти просьбы, которые высказывало население, они учтены в этом документе. Еще один важный момент озвучил на сессии депутат Государственной думы Константин Затулин. В соответствии с принятыми поправками в закон о защите окружающей среды, теперь у Сочи появилась возможность строить мусороперерабатывающий завод за государственный счет. Всем понятно, что без создания такого завода мусорная проблема в Сочи не будет решена. Она сегодня решается палеотивно, не так, как следует. Она решается с большими проблемами, что вызывает, конечно, у населения массу всяких нареканий. Мусор из Сочи сегодня доставляют спецтранспортом на Белореченский полигон. Путь занимает 8 часов, а с учетом пробок и того больше. Из-за задержек возникают временные перевалочные пункты, и это вызывает не только нарекания от населения, но и влечет за собой экологическую проблему. Также наметились изменения еще в одном важном для города и региона в целом вопросе – очистке русел рек. Из-за того, что все полномочия сосредоточены на федеральном уровне, муниципалитеты не вправе самостоятельно проводить профилактические противопаводковые мероприятия. Убрать завали в русле местная администрация может только в случае состоявшейся чрезвычайной ситуации. Константин Затулин внес предложение разрешить муниципалитету предупреждать затопление. К слову, Госдума уже приняла решение, что грунт, извлекаемый из рек, можно использовать для берега укрепительных и водоохранных целей. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи потушен природный пожар в районе села Верхняя Буу. Три дня силы сотрудников МЧС были задействованы на тушение лесных пожаров, ликвидации возгорания сухой травы и опавшей листвы в Лазаревском районе. Поскольку пожар случился в предгорьях, спасателям пришлось использовать ранцевые огнетушители. Мониторинг обстановки с воздуха вели с помощью беспилотника. Кроме того, работала авиация МЧС. К вертолету Ми-8 было прикреплено устройство, позволяющее набрать из моря сразу 5 тонн воды. Ее сбрасывали на труднодоступные лесные участки. И только накануне было сделано 20 таких рейсов. Пожар потушили сегодня в обед. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 27 декабря в Сочи облачно и дождь. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем 11-13 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 13. В Красной Поляне в этот день облачно и тоже дождь. Температура воздуха ночью 0, плюс 2. Днем плюс 7, плюс 9. Запущен новый прямой рейс Ереван-Сочи-Ереван. Новое направление сегодняшнего дня ввела российская авиакомпания «Азимут». Сообщается, что до 28 марта компания будет осуществлять 3 рейса в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Вместимость самолета – 103 пассажира. Время в пути – 1 час 20 минут. По информации авиакомпании, стоимость билетов начинается от 1750 рублей в одну сторону. Ну а кроме «Азимута», прямые рейсы между Сочи и Ереваном выполняют также уральские авиалинии и авиакомпания «Икар». Ну а с 1 января номера будут выдавать в автосалонах при покупке машины. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о регистрации транспортных средств прямо в автосалонах без посещения ГИБДД. Документ вступит в силу одновременно с законом о государственной регистрации транспортных средств. Новую услугу клиентам смогут предоставить не все автодилеры, а только включенные в полицейский реестр специализированные организации, имеющие специально обученных для осмотра машин сотрудников. Всю информацию компания передаст в подразделение ГИБДД через портал Госуслуг. ГИБДД проверит сведения и примет решение о допуске автомобиля к движению. Сотрудник автосалона сможет получить в подразделении свидетельства о регистрации машины и номера для передачи автовладельцу. Предельная стоимость этой услуги составит 500 рублей. Важные изменения касаются номеров. Вводятся два новых понятия. Государственный регистрационный номер, который состоит из сочетаний букв и цифр, и государственный регистрационный знак, то есть сама железная пластина, на которой печатается номер. Вводится также запрет на регистрацию транспортных средств на лиц младше 16 лет. Нередко водители регистрируют машины на детей, поскольку тех нельзя привлечь к ответственности как собственников при получении штрафа с камеры. С шести месяцев до одного года увеличивается срок, в течение которого можно регистрировать в ГИБДД автомобиль, временно ввезенный в Россию с другого государства. Все эти нововведения также вступают в силу с 1 января. Сочинский блошиный рынок переехал в городе и за пару месяцев решили проблему, которая волновала жителей Чайковского много лет. Стихийный рынок создавал для жителей соседних с ним домов массу проблем. В каких условиях теперь работают торговцы, расскажем в нашем сюжете. Последние 10 лет улица Чайковского от цветного бульвара до хлебозавода выглядела вот так. Газоны и тротуары превратились в большой рынок. Торговали здесь всем подряд – поношенными вещами, посудой, старой техникой и игрушками. Со стихийной торговлей боролись с переменным успехом. Несмотря на многочисленные жалобы жителей соседних домов на шум и антисанитарию, торговцы снова и снова возвращались на насиженные места. Сегодня улица Чайковского выглядит вот так. От блошиного рынка не осталось и следа. Он переехал на новое место. Теперь социальные ряды находятся возле парковки Моремола. Сейчас это полноценный мини-рынок. На данной площадке она была оборудована дополнительными стеллажами. Залито пешеходная зона бетоном. Построены навесы, чтобы в плохую погоду люди не мокли. И в солнечную, что очень важно, не накрывать целиком, чтобы летом здесь не было жарко. Соответственно, в принципе, на сегодняшний день, что касается обустройства, порядка 200 мест новых было построено еще сюда. А еще установлен мусорный бак и туалет. Рынок обнесен забором. С продавцами заключены договоры, но за места ежедневно они не платят. Теперь на мини-рынке свои товары могут разместить более 400 человек. В основном бойкая торговля здесь идет по выходным. Но и в будни много прилавков занято. Новым рынком довольны не только продавцы, но и местные жители. Ведь блошиный рынок никогда не был украшением центра Сочи. Ну там, конечно, уже была этика, эстетика для нашего города. У нас кругом розочки всю жизнь цвели, красота непомерная. Это было некрасиво, да, не украшало город. Тамара Семеновна в уличной торговле не первый год. Говорит, впервые за много лет администрация организовала для них действительно достойное место. Вот эта территория соответствует всем законам федеральным. А мы обязаны, конечно, выполнять только два пункта – чистота и порядок. Вот за что мы отвечаем. Пусть люди торгуют. Это наша государственная поддержка и социальная защита. Здесь люди социальных категорий торгуют. Вообще в Сочи идет активная борьба с несанкционированной уличной торговлей. В каждом районе города созданы рабочие группы, которые проводят рейды и выписывают штрафы тем, кто торгует без разрешения. Ну а для сочинцев, которые сами выращивают овощи и фрукты, в городе организованы отдельные социальные ряды. Первые такие прилавки появились в Сочи в 2016-м. И с каждым годом в городе их становится все больше. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сочинская школа номер 10 признана лучшей казачьей школой региона. А за победу в конкурсе боролись 34 образовательных учреждения Краснодарского края. Они представили свой опыт работы по реализации четырех модулей казачьего образования. Это история и современность, традиции культуры кубанского казачества, основы православной культуры и военно-спортивное направление, а также организация воспитательного процесса в школе. По итогам конкурса победителем стала сочинская школа номер 10 имени Атамана Белого. Кроме того, по итогам краевого конкурса на лучший казачий детский сад, второе место занял сочинский детсад номер 83. Первая казачья группа была открыта здесь в 2010 году. И сегодня 160 детей занимаются в группах казачьей направленности, а 10 педагогов состоят в казачьем обществе. Это первое из 15 дошкольных учреждений в крае, воспитатели которого решили ввести в программу непрерывность и преемственность дошкольного и общего образования. В преддверии Нового года в Сочи проходят утренники, встречи и собрания. Горожане подводят итоги, а в Адлере с наступающим сегодня поздравили ветеранов Великой Отечественной, ветеранов труда и общественников с активной жизненной позицией. Их собрала местный депутат Анжела Сюлюкова. Александр Степанович военный авиатор. Ему 93, на фронт ушел в 17. И до сих пор историю войны в воздухе рассказывает с замиранием сердца. Летал два раза, падал. Я авиатором готовил самолеты, а они улетали, прилетали. Я бомбу вешал там все. А потом я уже на борт, на самолете. Все эти истории наизусть знают и адлежские школьники. Александр Степанович Вуговский там вел кружки авиамоделирования. Говорит, современная молодежь патриотична и тоже готова выполнить свой долг перед Родиной. Сегодня ветеран Великой Отечественной на заслуженном отдыхе. И тем не менее, всегда на виду. Делится не только воспоминаниями, но и жизненным опытом. К сожалению, их остается все меньше и меньше. И, конечно, хочется отделить все больше внимания. Хотя наши ветераны, у них потрясающее чувство юмора. Жажда жизни. И когда ты смотришь в их добрые глаза и слушаешь мудрые советы, хочется созидать и, естественно, творить добро. Вот я хочу, чтобы Новый год, он, конечно, был под эгидой «Твори добро». Здесь же собрались общественники Адлерского района, местный ТОС, члены различных ветеранских организаций. Анжела Альбертовна – это тот депутат, который с нами постоянно общается. Не только в какие-то знаковые события, праздничные дни, но и в повседневной работе. Мы очень много сделали, обследовали, в первую очередь, всех ветеранов Великой Отечественной войны. В этой части Анжела Альбертовна помогала нам технически, помогала организовывать встречи, оказывала благотретный повод персональным ветеранам. Новогодние праздники – очередной повод сказать слова благодарности за профессиональный опыт, преданность делу. А в новом году ожидается не меньше совместных проектов, которые общественники уже сегодня обсудили с депутатом. Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Как интересно и с пользой провести время на длинных зимних каникулах. Много сюрпризов подготовили для сочинцев и гостей города аттракционы и музеи парка Ривьера. Там можно загадать желание узнать о молодости Деда Мороза или выиграть модный гаджет. Мы тоже отправились в парк за новогодним настроением. На улице снега нет, но для веселых эльфов это не проблема. А в снежки, пусть и не настоящие, можно поиграть в доме великана. Хозяин волшебного дома с гигантскими предметами придумал для своих гостей массу новогодних сюрпризов. И это не только удивительные фотозоны. Здесь готовы исполнить самые заветные желания. Их просто нужно шепнуть на ухо Деду Морозу и обязательно поверить в чудо. Это замечательное кресло для нас приготовил сам великан, который здесь живет. На нем, говорят, исполняются все самые заветные желания. Для наших гостей города Сочи приготовили замечательный новогодний праздник. Пригласили Деда Мороза, нарядили замечательную елку, возле которой можно сводить хоровод, списать и спеть песенки. Тарелки в доме великана на Новый год бьют не только для того, чтобы попрощаться с плохим настроением, но и просто на счастье, чтобы год приносил только положительные эмоции. Из дома великана направляемся в музей занимательных наук. Здесь, в комнате Эймса, это помещение для трехмерной оптической иллюзии, можно всего за несколько секунд вырасти или уменьшиться прямо на глазах. А еще принять участие в настоящих археологических раскопках. Или узнать, как устроен человек. Все не просто можно, а нужно трогать руками, исследовать, собирать и разгадывать. В гениуме у нас тут все связано с физикой, механикой, иллюзиями, головоломочками. Ну и самое важное, что дети не просто ходят, наблюдают за экспонатами, они самостоятельно могут все это опробовать. А здесь можно пообщаться с роботами, которые не только способны запоминать массу информации, но и выполнять различные команды. Этот, например, может отжиматься или танцевать. Из музея занимательных наук в Конный театр. Пока в зрительном зале только один Дед Мороз. Артисты продолжают репетировать новогоднее шоу. Что самое такое уникальное в этом всем, трюки будут живые, киношные трюки, но они будут выполнены здесь одним дублем, профессиональными каскадерами на наших замечательных лошадках. Необычными будут не только трюки, но и сюжет, представления. Это шоу о молодости главного новогоднего волшебника. Дед Мороз соберется на каникулы и попробует найти себе замену. Что из этого выйдет, расскажут артисты и главные звезды театра. Лошади редких пород со всего мира. Познакомиться поближе с братьями меньшими можно и в зоопарке Рио. Здесь более 50 видов экзотических животных из разных уголков планеты. Обитатели Рио активно помогают Деду Морозу. В зоопарке можно подписать вот такую красочную открытку и положить в волшебный ящик. Почту проверяет лично зимний волшебник. В этом ему помогают жители зоопарка. Рассылают новогодние пожелания по всей стране. А еще здесь объявили интересный конкурс. В нашем зоопарке Рио проходит конкурс на лучшее видео домашних животных. Каждый желающий может принять участие. Для этого нужно снять видео, подписаться на наш аккаунт «Это зоопарк Рио» и поставить хэштег «Зоопарк Рио». Подарок победителю – модный гаджет. Абсолютно для всех – море позитивных эмоций. Зоопарк Рио, музей занимательных наук, конный театр и дом великана ждут своих гостей. Сюда за позитивными эмоциями и новогодним настроением. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорить Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорить Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok